Только революция, только победа, камрады. Сегодня мы поговорим о холливудном пропаганде о советской войне в США, как в игре Red Alert, World in Conflict или Red Down. В таких играх, как Red Alert, World in Conflict и фильмах типа Red Down. То есть здесь не будет анализа именно пропаганды, здесь будет анализа о том, как это можно было бы сделать реально и какие могли последствия, что можно из этого сделать. Таким вот образом. Расскажу немного о себе. Как вы видите, в возрасте трех лет я уже был офицером Красной Армии и командовал военнослужащими в Афганистане. Вот поэтому именно из этого опыта я и буду рассуждать. Ну а если шутки отставить прочь, то я сын боевого офицера, проживал в зоне боевых действий собственно в конце Афганской войны. Видел боевые действия, оказался в том числе на поле боя и видел последствия после поля боя. На меня это очень впечатлило, повлияло на мою жизнь. Я читал много такой литературы, которой нет в свободном доступе. Поэтому буду судить из нее. И кроме того, есть открытые архивы ЦРУ. Сейчас я вам их покажу. Сегодня вы можете прямо на сайте ЦРУ открыть архивы. Это украденные советские документы 60-х годов по поводу учений применения ядерного оружия, ядерной войны, как это выглядит. В конце даже есть такие очень плохие фотографии, или я даже не знаю, как это назвать. Ну вот планов, как происходили учения, что кто делал, какие были задачи сторон, куда они передвигались. Это забавно смотреть на английском переводе, переводить снова на русский, то, что было вначале написано на русском. Такие материалы можете сами открывать, почитать, если у вас есть знание английского, да даже с переводчиком. Пожалуйста, смотрите, я с этими документами знаком. Вам тоже ознакомлюсь, поэтому их тоже буду учитывать при данном анализе. А вот это вам кадры других восстаний в США. В Лос-Анджелесе, в Детройте. Посмотрите на это единство народа, друг с другом. Замечательно, да? И самое главное, здесь не нужно добавлять каких-то там фантазий или прочих все это. Это все документальные фото и видео, материалы. Вот вам Национальная гвардия. Вот прилетели, вот хамера. Зона боевых действий. Вот смотрите, военнослужащие, только так они смогли вернуть контроль. Это уже 20-е годы. Посмотрите. Полиция не справилась. Несмотря на то, что у полиции есть бронеавтомобили, вот эти мрапы. У них есть М-113-е БТР. Смотрите. И это все не смогло справиться. Это по поводу единства американского народа. И как они будут единым фронтом сражаться против Советского Союза. Нет, ребята, они не будут сражаться единым фронтом. Они по-разному себя поведут. И многие решат воспользоваться данной ситуацией для того, чтобы сместить свои так любимые, почему-то именно постсоветским пространством, власти, которые большинство населения США ненавидят. Знаете, кто США будет защищать? Власти США. Ведущие, артисты, музыканты, актеры, режиссеры. Потому что им эта система выгодна. Они получают миллионы баксов и хорошо себе живут. В Советском Союзе актеры жили гораздо скромнее. Именно поэтому большинство актеров, большинство музыкантов постсоветские не хотят возвращения в Советский Союз и очень яро агитируют именно за капитализм. Потому что при капитализме именно актерам, именно музыкантам живется лучше и слаще. Всем остальным хуже, большинству населения хуже. Но они-то особенные, понимаете? Им лучше, им это выгоднее. Вот, кстати, афроамериканец. Они все афроамериканцы такие, как бандиты, да, вы видите, в полиции служат. Кстати, поговорим еще про афроамериканцев немного больше, потому что эту ситуацию нужно раскрыть более детально, чтобы снять очки пропаганды. И ложь, которую распространяют. В общем-то, это представители тех самых черных пантер, афроамериканцев, которые выступают за ношение оружия афроамериканцами и равноправие с евроамериканцами. Так образно скажем. Это киллдозер известный случай был в США. Мы видим, каким образом, собственно, происходит, если только власть теряет свой контроль в Соединенных Штатах Америки. Как вы видите, черные пантеры до сих пор весьма активно действуют. Ну, а это протесты 2020 года. Вы видите, это единство, да, США. Вот. И любовь населения к правительству. Вот особенно вот это, да. Как же они это любят. Так вот, поговорим про афроамериканцев немножко. Что про них хочется сказать? Ну, популярна в России такая пропагандистская чушь о том, что афроамериканцы, это, понимаете, дебилы необразованные, вот они наркоторговцы, наркокартели, что их нужно вообще держать в узде. Это типичная позиция скрытых нацистов, которые явно не заявляют нацисты, но по темам видно, что они прямо за нацистские идеалы. То есть их возмущает, почему темнокожие эльфы появляются, почему появляются темнокожие рыцари, и их не было в ту историческую эпоху. Главное, никого из этих скрытых нацистов не возникает вопрос, а почему белая Клеопатра? Ну, вопросы, ну, никогда. Я не видел ни одного возмущения. Блин, а Клеопатра-то не была белой? Может, мы сделаем исторически правильно, чтобы не было вот этого бреда в исторических фильмах, где Клеопатра белая? Ну, видим такие протесты возмущения. Нет. Зато рыцари темнокожие, это очень их возмущает. Может, мы будем возмущаться по поводу того, что есть эти самые, как их, смеси, метисы, азиата и европейца, которые играют чисто китайских, например, каких-то императоров, или военнослужащих, или японских. Может, это кого-то возмущает? Ну, должен быть коренной японец, да, а играет переводняк или вообще европеец, играет японского самурая. Может, это кого-то возмутит? Может, кого-то возмутит европейская внешность, Салахадина? Нет. Почему-то нет. Почему-то не возмущает это никого. Вы понимаете? Потому что это скрытые нацисты. Они говорят, что евреи какие-то дебилы, что чернокожие они все бандиты, и эти самые, и убийцы, и прочее, и прочее. Что темнокожие рыцари, темнокожие эльфы, это так глупо, это так херово, это так плохо. А белая Клеопатра чего-то их не возмущает. Ну, как-то, ну, подумаешь. Ну, Салахадин европеец, ну, подумаешь. Ну, он был арабом, он был смуглым. А в фильмах он белый. Ну, подумаешь. Ну, подумаешь, китайца, чисто китайского императора, играет европеец или переводняк. Ну, подумаешь, ну, какие-то мелочи. Зачем к этому цепляться? А вот афроамериканцы-рыцари. Да, афроамериканцы-эльфы. Ну, как же ж такое может быть, да? Как же ж такое может быть, ребят? Теперь поговорим больше детально про афроамериканцев. То есть, я общался с афроамериканцами. Есть такая организация в США. Она называется Peace Corps. То есть, это американцы ездят по миру, общаются на тему, там, демократии, свободы, жизни, вот, о проблемах США, прочие вещи. Там были и белые американцы, да, и черные американцы. То есть, афроамериканцы и евроамериканцы. Говорю личное свое впечатление. Афроамериканцы в три раза умнее, чем евроамериканцы. В три раза умнее. И то, что я общался с ними, оказывается, чтобы получить ту же позицию. Ну, вот, допустим, чтобы получить позицию, скажем, такую враждебную нам шефа полицейского участка. Так вот, афроамериканцу нужно быть в три раза лучше, чем евроамериканцу. То есть, тот афроамериканец, который добился позиции шефа полицейского участка, на самом деле, он по уровню своего ума и способностей равнозначен, фактически, ну, возглавлять полицию всего штата. То есть, быть там министром полиции, да, или как там в США правильно называется, вот это я не знаю, да. То есть, не просто там полицейский участок, а шефом полиции штата. Или даже уже на федеральном уровне быть, возглавлять тот же ВФБР, да. То есть, таким образом, они реально умнее. И в США, афроамериканцев есть две категории. То есть, есть те, которые получили образование, те, которые устроились на более-менее нормальную работу, и они в три раза умнее, чем обычный евроамериканец. А есть те, которым не повезло в жизни, которым не получилось получить хорошее образование. Вот как раз те становятся бандитами, которые грабят, да, живут, это самое, очень бедной, очень дешевой жизнью. И им приходится в том числе грабить, чтобы как-то выживать. Вот. То есть, две такие категории афроамериканцев. И еще есть третья категория. Лучше всего показывает вот эту третью категорию афроамериканцев Стивен из фильма «Джанго освобожденный». Вообще советую вам посмотреть. Очень вы поймете, какой там на самом деле, как интересно современные афроамериканцы выглядят и именно умные. Потому что это метафора именно на современных афроамериканцев. Когда афроамериканец высказывает какую-то идею, а потом какой-то рядом стоящий белый европеец повторяет эту идею, и все приписывают эту идею белому европейцу, белому евроамериканцу. То есть, вот стоит афроамериканец, он говорит идею, через пять минут евроамериканцы повторяют эту же идею и приписывают тому, кто повторил евроамериканцу. Это классика, ребята. Это реальность, показанная через кино. И вот это, наверное, наиболее опасная категория афроамериканцев, она тоже есть. То есть, есть три категории. Это афроамериканцы, которые полностью за своих хозяев, которые служат, которые хорошо устроились. Это те же актеры афроамериканцы, латиноамериканцы сюда подходят. Потому что у них хорошие деньги, они себя хорошо чувствуют, и они круто устроились. Поэтому они на стороне капитализма. Это могут быть какие-нибудь сержанты, полиции, которые получили свою должность. Это могут быть мэры каких-то городов. Не все, только часть. Но вот это самая опасная категория, потому что их легко перепутать с большинством. Большинство афроамериканцев против правительства США. Оно им не нравится. Но вот эта категория, они самые активные, они самые известные и на слуху. Они умные, они опасные, и они запросто могут притвориться, что как бы они против, а потом раз и переметнуться сделать. То есть вот такие три категории, это важно понимать. Вот эти слуги, которые устраивают то, что большинство афроамериканцев в таком неравноправном положении находятся. И фактически до сих пор нету этого равноправия между евроамериканцами и афроамериканцами. И вот этих устраивает такая ситуация. Вот тех, кто беден и тех, кто не может получить позицию выше при своих талантах и способностях, их это не устраивает. И возвращаясь к теме политики и решения политических задач через, в том числе, войну, если мы будем назначать именно афроамериканцев и латиносов на руководящие должности, то, во-первых, мы увидим очень интересные результаты, потому что они будут действовать эффективно, чем евроамериканцы. И поддержка очень массовая будет среди именно эмигрантов, среди латинской среды и среди афроамериканской среды. Поэтому, если это еще добавить тем, что мы передаем в собственность дома, в собственность кредиты не надо будет выплачивать, мы большое количество белого населения США переведем на сторону коммунизма. И если вы видите в пропагандах фильмов, кино, игр, нет этих аспектов. А это ключевые аспекты, которые определяют, то победим мы или нет. Это мы коснулись политических вопросов США. Теперь же перейдем к рассмотрению того, какой сценарий выполнять и делать. То есть, если мы идем через Тихий океан, то есть это у нас происходит сражение флотов с применением термоядерного оружия, последствий никаких, и высаживаемся в Сиэтли. И тут мы попадаем в серьезную проблему. Ну, с одной стороны, мы получаем очень лояльное население, потому что Тихоокеанский берег большинства городов здесь восставало и имеет прокоммунистические взгляды. Даже если вы посмотрите символику Калифорнии, вы увидите вдруг там красную звезду. Не просто так. Это значок, понимаете? Не просто так. И здесь население будет достаточно лояльно. Это плюс. Еще один плюс, то что здесь фактически нету никаких государств, которые бы могли препятствовать вот этой транспортировке. Недостаток, но все-таки очень большое транспортное плечо. Это большой минус. Но, если мы вторгаемся, если Советский Союз высаживается в Сиэтле, он и начинает брать город. Это завязывает на неделю, как минимум, городских боев. То есть, разрешить вопрос и прочее сделать. Может не на неделю, может на пару дней. Если это быстро сделает, то возможно. Самая большая проблема будет горы. Дело в том, что если мы высаживаемся на Тихоокеанском побережье, мы можем продвигаться только через Портленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес. То есть, фактически взять только побережье. А вот дальше у нас начинаются проблемы. Во-первых, большая Невада пустыня, где, применяя ядерное оружие, хочу... Понимаете, почему в фильме еще сделана пропаганда и почему в реальности ядерное оружие по Сиэтлу никогда бы не ударило? Потому что удар термоядерным оружием по городу провоцирует свое же население на недовольство еще больше. И так ненавидят власти США большинство населения. А если они еще и применяют термоядерное оружие по собственному мегаполису, это только будет усугублять их положение. Поэтому не ударили бы США никогда по Сиэтлу ядерным оружием. А вот где-нибудь в горах, где-нибудь, где нет людей, в Неваде, вот в Неваде ядерным оружием будут крыть не то слово. Это самое опасное место. Здесь и так в реальности были все ядерные испытания. Поскольку здесь местность безлюдная, проходить вот это место, здесь открытое место. Можно как бы по открытой местности попробовать проехать. Но, ребята, там будут ядерные взрывы на ядерном взрыве. Это, ну, то есть, применение реально ядерного оружия будет, если мы рассматриваем ситуацию, не по городу. Если уж Советский Союз вторгся на территорию США. Да, по самому Советскому Союзу США могут ударить ядерным оружием. А могут и не ударить, испугавшись того, что тогда Советский Союз лупит всем. Поэтому могут сдерживаться, но, то есть, удар по своему городу нет. Несмотря на сколько циничные власти, вот все это, по крупному городу нет. По какому-то селу это возможно. В зависимости, если там большое сосредоточение советских войск, это вполне возможно. В Неваде же, вот это термоядерная война будет, ребята. Вот именно Невадская термоядерная война, это можно прямо записать в мемо. Потому что здесь почти полностью безлюдное место. И применяй термоядерное оружие, как ты хочешь. Вот, поэтому здесь географически, высадка в Сиэтл, мы упираемся в тяжелое место. Во-первых, у нас транспортное плечо в три раза больше, чем в США. А во-вторых, мы упираемся в горную, труднопроходимую и пустынную, незаселенную местность. То есть, здесь мы подвергаемся реальным возможности применения ядерного оружия не в Сиэтле, а за его пределами где-то в горах и в пустынях. Вот такая вот штука. Применить уже ядерное оружие по крупным городам США могут только когда уже понятно, что все, они не вернут эти города, они проиграли и как бы ситуация усугубляется. Тогда уже, когда там усыновались коммунисты и они оправляли для своей пропаганды то, что все, это уже коммунистические города, там коммунистические твари, они и так всех хороших людей перебили, давайте бьем ядерным оружием. Вот тогда могут ядерным оружием. Но в первые полгода очень сомнительно, очень сомнительно, что они, этот самый ядерное оружие, они будут, вот когда, то есть, Сиэтл, все, Тихоокеанское побережье взято, и Советский Союз уже продвигается где-нибудь вот тут, вот, то есть, прошел уже Колорадо, где-то ушел Слэксильти, да, идет в Монтане, вот тогда ядерное оружие пойдет, да, именно по городам, вот, а до этого по пустынным местностям, вот, вот это реальное применение ядерных. И причем, вот вы хоть сотню ядерных бомб по всей Неваде разбросайте, никак это не скажется на вашей экологии. Вот вы где-то там в Тюмени живете, вам абсолютно по барабану будет. Тут прошла ядерная война, а тут реальности, я не знаю, сколько, интересно, и чисто в Неваде ядерных взрывов было. Наверное, сотни три ядерных взрывов проходило, чисто в Неваде. Вот, и как вам? Ничего, нормально, да, все хорошо. Вот, поэтому здесь у нас будут серьезные географические проблемы. Если же мы рассматриваем атаку с Атлантического океана, то организовывать ее стоит совсем по-другому. У нас есть Венесуэла социалистическая, сейчас там, конечно, ситуация гораздо хуже, там, гражданская война фактически идет, Куба есть, ну, в свое время еще Чили была, Колумбия такая, 50 на 50, ну, то есть, вот где у нас страны, наши союзники, куда можно сосредотачивать ресурсы. Если мы посмотрим расстояние, допустим, от Кубы до той же Алабамы, у нас тысяча километров, да? Почему я не рассматриваю Флориду еще меньше, но я Флориду не рассматриваю, я вам объясню почему. Вот, географически. Кстати, изучение истории очень помогает. Изучение именно войны за независимость стоит 1600. То есть, мы видим, что расстояние, в принципе, равнозначное, что из других городов США тянуть, что с Кубы, ну, Венесуэлы чуть побольше, да? То есть, мы видим, что здесь плечо логистическое от союзников небольшое. Понимаете? И если мы уже атакуем Атлантическое побережье, то надо это делать с Кубы. Вот. Кроме того, тут вот такой политический аспект, это у нас конфедераты бывшие, рабовладельческие штаты. Если мы атакуем рабовладельческие штаты, говорим про освобождение от рабства, сносим все памятники рабовладельцам, большинством штатов, особенно, особенно на Южном побережье, особенно на Тихоокеанском побережье, да, это будет воспринято очень позитивно. Это очень позитивно. И смотрите, как только начинается вторжение Советского Союза, проходит где-то неделька, у нас происходят вспышки восстаний коммунистических в Чикаго и Детройте. Это гарантировано, ребята. Это гарантировано. Проблема в том, что они посреди США, им помочь никак нельзя. И вспыхивает восстание в Сиэтле, Портленде, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско. Это, ребята, это реальная история. Это проходило многократно. Детройт два раза восставал, Чикаго тоже несколько раз восставал. Лос-Анджелес вообще лидер четыре раза восставал, Сиэтл восставал, Портленд восставал, Сан-Франциско. Ребята, это вот что будет происходить реально. Если мы рассматриваем эту ситуацию как серьезную. И если мы сносим само население, это начало сносить памятники рабовладельцам в США. Сами начали сносить. А тут приходят коммунисты с силой и начинают это все сносить. Это будет воспринято большинством населения позитивно. Если еще ставят афроамериканцев на ведущие позиции руководителями, это будет еще дополнительным плюсом, именно материальным стиплом. А тут еще и объявление. Никаких кредитов платим, это ваша собственность. Все, все, ребята, это готовый сценарий реальной победы в Соединенных Штатах Америки. Один из десяти, ребята, я вам сейчас называю. Теперь по боевым действиям. Здесь, почему я не хочу Флориду огибать? Это болотистая местность, очень тяжело проходимая. Здесь, на этом полуострове, очень легко застрять и уже дальше не продвинуться. Если мы застряем и не имеем темпа, все, успеют стянуть все подкрепления, укрепиться, занять оборонительные позиции и выйти оттуда будет крайне сложно. А это пятачок достаточно небольшой. Здесь не такое большое количество ядерного оружия можно применить. И на этом все будет закончено. Поэтому лучше Флориду и Майами пропускать. Лучше идти, вот, кстати, самое лучшее, это самые такие классные места для быстрых продвижений и атак. Это Хьюстон, Даллас, через Оклахому, Канзас, Небраску и вот Северная Дакота, Миннесота. Почему? Здесь фактически ровная местность. Здесь малонаселенная местность. И здесь фактически поля и долины. Здесь очень легко продвигаться быстро маршами. Если эта местность идет тяжелопроходимая, тут много болот, тяжелых рек для прохождения, прочие вещи, там, леса, вот, все эти, это сложное место для боев. То Техас и вот эта срединная часть США, она вообще гоняет туда-сюда массово на, это самое, на всех просторах. И только занимайся этими самыми партизанской тактикой, уничтожением, снабжением, прочим вещам. Это, понимаете, вот тоже понимание географии, как это происходит. То есть мы, если выполняем World in Conflict, мы упираемся в горы и не можем дальше продвигаться. Мы потеряли много времени, ну, Сиэтл, Портленд, вот, прошли. Да, поддержка у нас везде, восстание здесь, мы очень быстро соединимся, потому что фактически Сиэтл, и это восстание в Лос-Анджелесе. Это гарантированно восстание в Лос-Анджелесе, понимаете, восстание в Портленде. Все, это потеряно, это в игре, кстати, не показано. Потерян Портленд, потерян Лос-Анджелес, США 100%. Ну вот, и Сан-Франциско, то есть все побережье они теряют. Но вот дальше горы, это проблема. Местность ненаселенная, где можно спокойно применять ядерное оружие, это проблема. Вот, и вот, и то, что самая индустриальная часть останется под США, это проблема. Потому что чисто в экономическом противостоянии они выиграют, они задавят это самое Тихоокеанское побережье. Понимаете, ребята, проблему? Вот, если же мы высаживаемся через Атлантический океан, то только через Кубу и Венесуэл. Это единственная реальность. То есть, если мы будем все вот эти двигать через Тихоокеан, наши флоты, все и не потопят. То есть, все, что было подготовлено на Кубе и Венесуэле до войны, вот это все, что мы можем использовать. Можем подключить много людей из Мексики. Они хотят эмигрировать в США, у Мексики много претензий к США по поводу Техаса, Нью-Мексика, собственно, Калифорнии, потому что это те территории, которые США отвоевало у Мексики. Но у них нет никакого вооружения, понимаете? Поэтому завести большое количество вооружения на Акубу, оттуда высадить в США и набрать кучу людей из Мексики, это вполне реальная, ребята, задача. Но я не говорил о наиболее реальном сценарии и наиболее эффективном способе победить Соединенных Штатов Америки. Давайте-ка замерим расстояние вот отсюда до Средины Аляски. 1500 километров, да, ребята? А теперь-ка давайте-ка замерим чисто от Вашингтона, самого ближайшей точки США, к Средине Аляски. 2600 километров. То есть, на 1000 километров у США больше транспортное плечо к Аляске, чем у Советского Союза. Понимаете? А теперь смотрите, через что нужно идти. Мало того, что тут нужно идти через другую страну, Канада может вполне заявить нейтралитет и выйти из войны. Вот если грамотно политически действовать, да. Кроме того, тут нет нескольких транспортных линий, которые можно реально перебить. Вот и тогда на этом все закончится для Соединенных Штатов Америки. А теперь смотрим, через что будут проходить транспортные маршруты. Ну, допустим, из Калифорнии, Лос-Анджелеса решат снабжать Аляску. О, а мы, получается, идем пути через множество прокоммунистических городов, в которых многократно были восстания и самые серьезные в США. О, да, вы представляете, сколько будет диверсий и насколько хорошо здесь будет налажено снабжение? Это жопа. А ну-ка давайте с основной территории поедем. Вот у нас же промышленное. Куда мы идем? О, через Чикаго мы идем. А рядом еще и Детройт. Ага, то есть мы получаем еще два прокоммунистических города. То есть транспортные маршруты США проходят через прокоммунистические города. И вот давайте от центра США измерим расстояние до Аляски. И эти расстояния в два раза больше, чем из Советского Союза на Аляску. Ну, то есть поймайте, ребята, что это поражение для США. Гарантированное поражение. Они ничего не смогут сделать. Только надо не быть дебилами. То есть, если происходит на самом деле сражение в Тихом океане и победа Советского флота, даже если сам Советский флот уже потоплен, ну, в смысле боевые корабли, не транспортные, то авиация, десант и транспортные корабли в любом случае берут Аляску под контроль. В любом случае. Даже применяют и ядерное вооружение. При грамотных действиях это ничего не представляет. То есть США в реальном столкновении с Советским Союзом первонаперво будут воевать в Аляске. Это первое, то есть первонаперво идет война морская за Тихий океан, потом Атлантический океан может быть подключен, да, но Тихий океан самое основное. Следующее, первые боевые столкновения на Земле это Аляска, ребят. А Аляска это половина добычи, нефтедобычи США, чтобы вы понимали. Вы понимаете, что с тем, что логистическое плечо США в два раза длиннее, с тем, что оно проходит через прокоммунистические штаты, для США это полный пиздец. И ни в одной игре, ни в одном кино вы не покажут вам битву за Аляску. Потому что это на самом деле слабое место для США. И по всем параметрам, экономическим, стратегическим, политическим, Аляска ложится первой у США. А потом ложится первая Аляска, и тут США получают восстание на своем побережье. Ребят, на Тихоокеанском побережье. Потому что тут почти все города много раз повоставали, и они прокоммунистические. Вот настоящий сценарий боевых действий. И вы понимаете, а вот из Аляски уже в США, это другое дело, ребята, передвигаться. И поэтому, на самом деле, при грамотном действии, то есть каким образом? До начала боевых действий, накапливаем силы на Кубе Венесуэль. В начале боевых действий сражаемся, самое главное, сосредоточить и победить в Тихом океане. Победа в Тихом океане, Аляска наша. После Аляски восстание Тихоокеанского побережья, все, оно коммунистическое. И начало боевых действий, собственно, на территории США, уже на территории Атлантического океана. И вот это, именно Атлантический фронт, именно Атлантические боевые действия, это самое серьезное и самое сложное. Здесь самые успешные боевые действия будут происходить через Техас, Небраска, Северная Дакота, вот эта вот часть. Здесь очень легко перерезать Соединенные Штаты, очень легко взять их, очень быстрая переброска войск будет осуществляться. Главное, небольшими группами, потому что если большие сосредоточат, то там ядерное оружие применят. А если небольшими соединениями, ну тогда слишком много ядерного оружия потребуется. То есть, и даже если они будут применять вот это, Небраска, там всякая, Дакота, Северная Дакота, Невада, вот эта вся часть, и хоть она вся в ядерном выстрелах будет, миру по барабану. Мира это никак особо не коснется. Даже Соединенные Штаты Америки после войны, если вот это все будет разбомблено к храм ядерными боеголовками, им как-то будет по барабану, потому что у них основное население и основное производство вот здесь, в Атлантике. Но в реальной ситуации, разворачивание боевых действий, мы получаем следующее. При победе в Тихоокеанском рубеже, мы достаточно быстро получаем контроль над Аляской и быстро получаем над Тихоокеанским побережьем. А вот дальше уже решающая фаза войны, и вот тут вот самые большие сложности. Ребят, самые большие сложности. И я говорю не про разрезание вот этой США надвое логистически. Это рейды и партизанская тактика, это можно организовать, сделать, это можно набрать многих ребят из побережья Тихоокеанского и направить на вот эти задачи. Из Мексики множество ребят подключить к этому задачу. Самая сложная и самая жесткая вещь, это вот тут вот, ребят. Это вот тут вот. И первые успехи у конфедератов, добиться успехов можно и достаточно легко. Потому что большинство населения США ненавидит конфедератов, ненавидит их рабовладельческое прошлое. Они, ну, такое, знаете, это как бы родина, центр американского нацизма. Вот он находится, здесь родина куклу с клана, здесь родина рабов. Это прямо средоточие. И на самом деле, если применять здесь ядерные боеголовки, ну, как бы ядерное оружие, знаете, не особо-то люди и расстроятся по этому поводу. Потому что, как бы, рабовладельцев немного-то и любят, ребята. А вот самое сложное будет, конечно, северные, атлантические части штатов. Вот это, вот это средоточие промышленное, вот на самом деле, вот оно здесь находится. И это самое сложное. Вот именно вот эта часть, вы понимаете, еще политически важно грамотно себя вести с руководством штатов и с капиталистами. То есть, нужно четко заявлять цели, что капиталистов мы не расстреливаем. Потому что, если мы ставим цель такую радикальную, что мы расстреливаем всех капиталистов, всех вот просто убегаем, как многие коммунисты хотят, вот радикальные такие, топят за то, что всех капиталистов полностью расстреляют, то тогда они будут воевать до последнего. И когда они будут понимать, что уже все, они проигрывают, они применят ядерное оружие тотально. Чтобы этого не допустить, нам нужно показывать и устраивать капиталистов иначе. Мы должны капиталистов садить, как делали китайцы со своим императором. Китайцы своего императора, в отличие от Российской империи, не убили. Они сделали следующую вещь. Они сделали китайского императора простым гражданином, то есть, лишили его всех титулов, всех санов, и поставили его директором музея. Все. То есть, китайский император, он получал зарплату обычного музея, ну, директора музея, да. Это, ну, подержать штаны, это как бы нормально, да. Ну, машину, может, он там себе мог иметь какую-то одну. Когда у него было раньше сотни наложниц, вот, и сотни этих автомобилей, когда в Китае вообще автомобилей ни у кого больше не было, да. Поэтому такая вещь. И смотрите, как они поступили. То есть, они не убивали императора, да. И таким образом, ну, более благосклонно настроили тех, кто за императора, за китайскую империю в свое время был, да. То есть, меньше проблем у них из-за этого возникло. Так вот, аналогичную штуку нужно делать с капиталистами. То есть, те капиталисты, которые не заядлые, не замешаны в каком-то там эксплуатации жесткой, и рабовладельчество не поддерживают так открыто, или Кукуз-клан, или каких-либо националистов все-таки. Им предлагают, ну, что-то типа директорам музея капиталистического геноцида, например, геноцида индейцев, да. Вот сделать музей геноцида коренных американцев и назначить бывшего капиталиста, ну, например, Билла Гейтса, да. Билла Гейтса директорам музея геноцида коренных американцев. Да, Билл, ну, Стив Джобс уже почил, да, вот. Ну, можно какого-то Майкла Цукерберга, вот этого, да. Его, например, директором этого самого поставить музея этих самых подавления рабочих восстаний где-нибудь в Детройте, да. То есть, чтобы капиталист вот рассказывал про то, как капиталисты эксплуатировали обычных людей, как с них наживались, вот все это. Понимаете? То есть, вот таким образом разрешать вопрос. И это ведь совсем по-другому. И тогда капиталисты, понимая, что у них есть альтернатива либо 100% сдохнуть, продолжая сражаться с коммунистами, либо сдаться и быть директором музея, вот. Ну, пускай музей посвящен, как капиталисты эксплуатировали этих самых, да, рабочих, да. Или вот музей, который уничтожили бизонов, всех под корень уничтожили американцы, ну, колонисты Америки, да. Вот. Музей, посвященный этой тематике. И поставить там какого-нибудь этого самого, как его, Стим, кто придумал, да, у нас капиталист, как же его зовут. Гейб Ньюэлл, да. Вот Гейб Ньюэлл пусть рассказывает про то, как уничтожили капиталисты всех бизонов. Ну, вот. Просто охотой своей и истреблением. Вот. Как организовали такой промысел. Вот. И у истребили целый вид живота. Пожалуйста. Они живы. Они себе. Ну, они уже не эксплуатируют людей. Они нормаль... Ну, это нормальная жизнь, знаете, даже так. Почему не уничтожать? Они наделали много пакостей. Они перепортили многим жизнь. Потому что, если мы будем их полностью уничтожать подчистую, то ребята... И они будут понимать, что их полностью истребят. Вот. То они тогда применят ядерное оружие. А если они понимают, что они посотрудничают, и в том числе и мэры там городов, и какие-то чиновники корпораций, да, какие-то там посты, эти самые, понимают, что... Ну, если мы посотрудничаем с... Советским Союзом, то как бы нас не убьют даже. И даже мы еще будем как-то жить нормально. То есть у нас будет и кровь под... И домик свой, и работа какая-то. Ну, да, не круто. Лимузин уже не купишь, да. Свой вертолет не будет. Яхты тоже не будет, да. Ну, машина, дом, ну, как-то жить. То есть выбор жить с машиной, с домом, или сдохнуть в муках радиоактивного пепла. Вот. Говорю, многие капиталисты предпочтут, знаете, сдаться. И перейти к социализму и коммунизму. Поэтому вопрос в том, как вы грамотно смотрите, как вы грамотно решаете политические и военные задачи. Как грамотно действовать. Победа в войне куется не только силой оружия, а грамотными политическими решениями, пониманием ситуации и принятием верных решений. Потому что то, что я сделал и вам показал, рассказал, это решает те вопросы, которые показаны в западной пропаганде. В западной пропаганде, она целенаправленно выстроена таким образом, чтобы выстроить максимальную антипатию к убежденным коммунистам и что... и свести коммунистов к нацистам. Что коммунисты действуют как нацисты, что они хотят всех перебить, все отобрать и вообще жить бомжами и бедными. Чтобы все на земле жили бомжами и бедными. Это полная чушь и бред. Вот я вам приблизительно рассказал и обрисовал, что большинство домов передать в частную собственность местному населению, на руководящие посты ставить афроамериканцев и латиноамериканцев с образованием, которые в армию вербовать тех, кто из-за дефицита денег вынужден быть в бандах и заниматься, к сожалению, преступностью. Ну, они владеют оружием, они знают, что такое насилие. И в армии они хорошо себя покажут. Ну и, к сожалению, да, они будут заниматься экспроприацией, грабежом бывших капиталистов и их собственности. Это они будут делать. Но это, к сожалению, то зло, которое капиталистам придется пережить. А нас оно особо и не затрагивает. И, с другой стороны, это можно и воспринимать таким образом, что это плата за те столетия эксплуатации и рабовладельства, которые причиняли капиталисты белые. Капиталисты, да, вначале рабам, а теперь иммигрантам, которые многие незаконно находятся в США и нормально жить не могут. Поэтому таким вот образом очень большое количество нелегальных иммигрантов тоже присоединится к данной ситуации. Поэтому, а когда еще и капиталисты видят, что их вообще-то, если они просто сдадутся, ну, будут директором музея, да они скажут, а зачем нам воевать до последнего, вот, если мы просто сдадимся, вот, все это и, пожалуйста, и живем себе дальше. Ну, не так круто. Было хорошо, конечно, раньше поэксплуатировать людей. Ну, что ж теперь, зато живы. Вот. Конечно, будут и упоротые, которые будут воевать до последнего, вот, особенно военщина. А американская военщина, она очень близка к нацистам. Они, понимаете, это улучшенные нацисты. Это нацисты, которые убивают, жгут евреев, а потом снимают кино про то, как они евреям сопельки вытирали, жопу вытирали, а еврей говорил сверху, какие вы козлы американские военные, какие вы сволочи и плюют на них. А в кино они, ой, что ты, еврейчик, давай мы тебе вытрем это самое, как его, ботиночки, да, давай мы тебя поцелуем, поцелуем жопочку, давай, посри на нас вот все-то. В кино вы увидите такую картину об американских военных, да, там, где-нибудь в Ираке, где-нибудь все-таки, всем помочь, всех спасти, всем жопочку поцеловать. А в реальности они устраивают геноциды, они просто гражданских могут убить спокойно, без изозрения. То есть, вот тебе этот самый пакет МРА, ну вот МРЕ, еды быстрого питания, да, которая есть американская, допустим, причем они специально издеваются, они берут мусульманам, дают свинину. Голоден? Вот тебе МРЕ со свининой. На, сфоткались, сделали, сделали отчетик, что они всем помогли, только этот отходит дедушка с МРЕ, с гранатомета в затылок, и все, и тот лежит, и трупом уже валяется. Это вот так они делают. И это вот наглядная картинка, как бы поступали нацисты, ну вот если бы американцы, реально, ну, нацисты поступали бы как американцы, сжигают в концлагере живьем тысячи евреев, а потом снимают кино про то, как они евреям подносят, как они слуги, прислугивают евреям, там преклоняются, вот господин еврей, вот ваше, это самое, крабовое филе, или там какой-то королевский мангуст, пожалуйста, примите сыр еврей, вы такой великий, вот, а еврей еще сверху такой, это самое, плетью бедного немца бьет, бедного этого нациста, плетью бьет, плюет на него, срет на него, вот все это, и ты смотришь кино, и говоришь, какие бедные эти нацисты, вот, а если бы американцы снимали, вот если бы нацисты заказали американцам кино про Гитлера, да, то Гитлер бы был бы пацифистом в этом кино, помогая бабушкам переходить через дорогу, вот, это самое, как его, вытирая сопельки, вот, дедушкам, там, где-нибудь в престарелом доме, вот, а вот эти паршивые коммунисты хотели всех убить, вот, бедных евреев, которых Гитлер на самом деле хотел защитить, вот так вот это сделано американцами, вот, вот такая у них пропаганда, все перевернуто с ног на голову, и, понимаете, вы-то в большинстве случаев представляете себе США не из реальной их жизни, а из голливудских фильмов и игр, вот, где США такие единые, где все хорошо живут, у всех по 10 автомобилей, по 20 домов, вот, все так хорошо и классно себя чувствуют, ну, там есть какие-то негры-бандиты, вот, они все бандиты, это все так знают, вот, это же голливудские такие нарративы, они прямо не скажут так, но показывают, типа, вот, со всеми бандиты, а на самом деле это абсолютная ложь и чушь, абсолютно не связанная никак с реальностью, вот, реальность другая, поэтому, а вы уже принимаете свою точку зрения, у вас есть своя голова, ребята, думайте, вот, своей головой вот такие вот эпизоды, посвященные тактике, политике и стратегии настоящей второй революции в Соединенных Штатах Америки коммунистической и, собственно, освобождению территории Соединенных Штатов от капитализма. Только революция, только победа, товарищи. Субтитры создавал DimaTorzok